Хабаровск Субтитры создавал DimaTorzok Водника все же склонила чашу весов в их пользу. 3-2. Ответный матч, который состоялся в Архангельске три дня спустя, также принес победу Воднику 6-2. Отметим, что в финальной серии Поморы уступили Енисею, а хабаровчане в матчах за бронзу уступили Кузбассу. Следующая встреча соперников состоялась только через 4 года и вновь на полуфинальной стадии. На этот раз превосходство сибирян оказалось еще более внушительным. В том сезоне Водник, ведомый самым титулованным наставником страны Владимиром Янко, собрал под своими знаменами практически всех сильнейших игроков, включая таких суперзвезд, как Сергей Абуков, Михаил Свешников и Ренат Шамсутов. Сильнее по составу выглядел Исканевтяник, но не настолько, чтобы оказать действующим чемпионам России достойное сопротивление. Тем не менее, никто и представить себе не мог, что последует полный разгром. Мы знали, что мы едем сюда не то, что держать какой-то счет, мы ехали сюда выигрывать, а что так получится 10-2, конечно, мы не думали. Подбор игроков, как вы посмотрите, у нас, может быть, Швецов, Суздалев, Бурлаков, и то как бы не достают их уровня, а у них практически 10 человек и выходят на замену, 4-5 человек такого же уровня. Я не знаю, с такой машиной справиться очень сложно. Мы знали, что Хабаровская хорошая команда, и я думаю, что все-таки настой решил, и очень, 2-3 быстрые гола, я думаю, определили ход матча. Судьба матча была решена уже в первом тайме, который завершился со счетом 5-1 в пользу гостей. Аналогичный результат был дофиксирован и во второй половине встречи. Как итог, 10-2 в пользу водника, после чего ответный матч уже являлся пустой формальностью. К слову, завершился он также уверенной победой архангельской команды 10-3. Очередного противостояния сводникам хабаровским болельщикам пришлось ждать целых 7 лет. Встреча соперников состоялась в марте 2012 года на стадии 1-8 финала. К тому времени команда с берегов Северной Двины сдала чемпионские полномочия, откатившись в разряд середнячков Суперлиги. Впрочем, не блистали в тот момент и хабаровчане. Плей-офф команды вышли, показав на предварительном этапе 9-й и 8-й результаты соответственно. Первый матч состоялся в Архангельске. Уже к исходу 15-й минуты армейцы вели 2-0, отключились Маркин и Попов. Кроме того, в первом тайме хабаровчане не использовали еще несколько выгодных моментов, за что в итоге и поплатились. Незадолго до перерыва Дергаев сократил отставание до минимума, а во втором тайме водник уже взял игру в свои руки, забив ворота Виктора Яшина, два безответных мяча. 3-2 победа водника. Спустя три дня соперники вышли в уже налет Хабаровского стадиона «Нефтяник». В день матча на город обрушился сильный снегопад, что поставило под угрозу желание армейцев отыграться. Однако, несмотря на непогоду, хабаровчане смогли подобрать ключи к воротам Архангела Городцев. В первом тайме это сделали Сергей Пачкунов и Дмитрий Попов, а после перерыва Евгений Корев и Вячеслав Маркин. Только при счете 4-0 в пользу хозяев гости сподобились на ответный мяч лишь за 12 минут до финального свистка. Однако переломить ход поединка хоккеисты водников уже были не в состоянии. 4-1 победа Сканифтяника, который по сумме двух матчей прошел следующий раунд плей-офф.